Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы маршрут отрабатываем с точки зрения обращения жителей. Мы отрабатываем сеть. Как прошел традиционный велообъезд, смотрите в ближайшее время. Пихорка очень сильно загрязнена. В этом году были большие заморы, просто большие заморы. На реке Пихорки состоялся экологический рейд. Наша задача – успеть все проверить до 15 августа текущего года и доложить, соответственно, в Министерство образования о готовности. На какой стадии подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году, расскажем в выпуске. Еще раз вдох. И с выдохом возвращаемся в исходное положение. Таз опускаем на пятки. В картины галереи проходят лекции о правильном питании и не только. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчетный период в округе зафиксированы 28 преступлений, 23 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 132 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона за 7 дней по сигналу тревоги совершили 52 выезда. В их числе 6 – натушение пожаров в городском округе Люберцы. Пострадавших нет. Аварийных отключений на объектах тепловода, газа и электроснабжения не зафиксировано. В единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 4794 обращения. Основная масса у нас – это справки, начисления и вопросы водоснабжения, то, что сейчас идет подготовка к отопительному периоду. В округе по 39 адресам продолжают замену лифтового оборудования. В 16 домах работы выполнены. На 95% завершен ремонт подъездов. Полным ходом идет капремонт многоквартирных домов. Из 135 МКД в работе находятся 52 дома. 54 уже отремонтировали. Особое внимание к содержанию городских и дворовых территорий. За период с 11 по 18 июля управляющими подрядами организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 106 единиц спецтехники и средств маломеханизации. Задействовано 1067 человек. На дворовых территориях силами управляющих организаций проводится работа по ямочному ремонту. За неделю устроено ям общей площадью 312 квадратных метров. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора, уборкой остановочных павильонов и безопасностью дорожного движения. Узнали о спортивных достижениях люберчан и культурных мероприятиях, которые прошли в парках округа. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Оценить качество работы дорожных служб и управляющих компаний округа. Такую задачу поставил перед администрацией глава Люберец Владимир Ружицкий. И вместе со своей командой совершил по территории муниципалитета велообъезд. Инспектировали посёлок Томилино. Первая остановка в микрорайоне птицефабрика. Около пруда у дворца пионеров. Очистку водоёма не проводили давно. И это сразу бросилось в глаза. Внутриквартальные дороги тоже оставляют желать лучшего. На проезжей части много ям. По словам местных жителей, дорожные службы устранять их не торопятся. Следующая остановка у Большого пруда на улице Шевченко. Здесь раньше пляж был, песочек был, всё-всё заросло. Водоём приведут в порядок. Берега облагородят. По просьбе жителей рядом установят скамейки. Ещё один пруд находится в частном секторе, на улице Кантемира. Ну тут что? Карась? Красный, в основном. Красный карась? Золотой. Лично я хочу сказать, это такая классическая рыба, шанс его почти нигде нет. Его очистку провели в прошлом году в рамках государственной программы «Сто водоёмов Московской области». Жители довольны, но есть пожелания по качеству содержания проезжей части и тротуаров. Дороги плохие бывают. Где-то залатают, где-то не залатают. Ну, как говорится, везде где-нибудь по кому. А детские площадки как вам современные? Современные хорошие. Старые, конечно, похуже. Но современные, которые вот около новых домов сейчас, сделают хорошо, конечно, благоустроенно. Отдельно обсудили проект благоустройства территории около платформы Тамилина. В ближайшие годы здесь проложат третий диаметр МЦД. Он соединит Зеленоград и Раменское. То есть здесь будут обустроиться территория полностью? Да. Соответственно, вот сюда будут улицы обустроиться? Да. И точно так же в рамках МЦД будет обустроиться территория, значит, соответственно, с той стороны в районе парка Лапса. В рамках строительства московского центрального диаметра прилегающая к платформе территория попадет под реконструкцию. У нас в реконструкции шесть станций железнодорожных, шесть платформ. И Панки, и Люберцы, и Красково, и Томилины, и Малаховка, Ухтонка. Все вот эти станции должны быть в таком, ну, в хорошем виде. Сегодня проходят конкурсные процедуры. И вот проектирование. Я думаю, что проектирование будет завершено в октябре месяце. Мужчу ручку раньше. Велообъезд завершился в сквере на пересечении улиц Гаршина и Гоголя. Территория здесь благоустроена и ухожена, но фонтан установлен в зоне отдыха. По просьбе томилинцев будет модернизирован. Мы маршрут отрабатываем с точки зрения обращения жителей. Мы отрабатываем сети. Могу сказать, что целый ряд обращений жителей, они сопровождаются, ну, какими-то просьбами. Надо дать должность. Сегодня неплохо у нас работают управляющие компании. Да и дорожники немножко подтянулись. Замечания предложения жителей в ходе объезда учтены. Очередной рейд по содержанию территорий будет сформирован также на основании наибольшего количества обращений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Микрорайон Красная Горка, который находится в стадии комплексного благоустройства, преображается. Для юных жителей домов по улице Красногорской по президентской программе построен новый игровой комплекс. Рядом идет обустройство спортивной площадки. В планах установка универсальной спортивной коробки. Тему продолжит наш корреспондент. Новый игровой комплекс имеет внушительные размеры – 150 квадратных метров. Резиновое покрытие, два вида качелей, горка – все, что нужно малышам. Жители говорят, с его появлением двор заиграл новыми красками. Это внучка ваша? Да. Давно здесь живете? Пять лет я здесь живу. А, ну вам повезло. В год сейчас. Шестьдесят. Вам и повезло, но мы тоже в ожидании были, что мы это все снесем. Нет. Но не будет, да? Не знаю, сейчас вот как-то сложно. Да. Ну, во всяком случае, то, что вы сделали, это какое-то... Да, спасибо. Любовь Горячева живет здесь почти 60 лет. Все деревья во дворе высажены при ее участии. Для нее главное в ходе благоустройства территории – сохранить зеленые насаждения. Я просил вот это дерево сохранить. Может быть, оно не нужно. Может быть, его нужно убрать. Но вы знаете, оно украшает весь двор. Оно такое могучее. И оно такое красивое. Приезжайте осенью, вы видите желтое, рыжее, оранжевое, всякие соцветия листьев. И вот посмотрите, как ребята сделали хорошо, оборамили это дерево и сохранили его. Спасибо. Детский игровой комплекс – первая ласточка благоустройства двора. Рядом будет построена спортивная площадка. Планируемые размеры – 170 квадратных метров. Территория уже заасфальтирована. Установка спортивных снарядов займет 2-3 дня. Самое главное – вот эту площадку хорошо, что вы сделали. Потому что была старая и как бы боялись за детьми. Ну, старая все, понимаете сами. А вот это самое главное – сделай новую площадку и дороги. Прекрасно. Проведены работы по асфальтированию проездов и парковок. Дополнительно обустроено в ближайших и в данном дворе 70 машин и мест. В дальнейшем в соседнем дворе появится универсальная спортивная коробка площадью 450 квадратных метров. Спортивное сооружение предназначено для круглогодичного использования. Дворы оснастят системой видеонаблюдения. Также планируется замена опор уличного освещения. Мы решили навести здесь определенный порядок, благоустроить территорию. Жители обращались это по детским площадкам, спортивным площадкам. И вот на сегодняшний день, я думаю, что где, в частности, Красногорска 12, 15, 7, вот эти все дома, которые тут рядышком, я думаю, что жители, наверное, получили удовольствие. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. До нового учебного года осталось чуть больше месяца. В учреждениях образования сейчас горячая пора подготовки и комиссионных проверок. Приемка проходит во всех школах, детских садах и объектах дополнительного образования. Подробнее об этой процедуре наш следующий сюжет. Детский сад «Золотой ключик» на проспекте Гагарина в этом году стал структурным подразделением 27-й школы. Здесь открыты 11 групп, которые посещают 350 детей. Вопросу их безопасности уделено большое внимание. Два поста охраны, тревожная кнопка, автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления на каждом этаже. На первом этаже здания у нас расположено 9 эвакуационных выходов. В связи с тем, что в здании имеется плавательный бассейн, также эвакуационный выход имеется в плавательном бассейне. В том, что все перечисленное находится в рабочем состоянии, убедилась межведомственная комиссия. В нее вошли сотрудники всех надзорных органов. У каждого своя линия проверки. Объектом внимания инспекторов ГИБДД, к примеру, стали транспортные площадки и уголки по безопасности дорожного движения. Ну и, конечно, в первую очередь проверяются документы. Наличие паспорта по безопасности дорожного движения, в котором расположены схемы безопасных путей движения для дошкольников и школьников. И акт мы составляем приемки образовательного учреждения к новому учебному году. В этом образовательном учреждении все в порядке. Не возникло вопросов и у представителей Роспотребнадзора. В поле их зрения пищеблок, бассейн, медицинские кабинеты, группы, где занимаются и отдыхают малыши. Решением комиссии детский сад прошел приемку успешно. Значит, тогда, Анна Владимировна, Татьяна Борисовна, готовьте документы, для того, чтобы можно было подписать, и приступайте к новому учебному году. Приемка учреждения образования проходит с июля по август включительно. В этом году межведомственной комиссии предстоит обследовать 150 зданий. Это все школы, детские сады и объекты культуры, где также проходит процесс обучения. Наша задача – успеть все проверить до 15 августа текущего года и доложить, соответственно, в Министерство образования о готовности. Или, если комиссии будут выявлены нарушения, замечания, у нас будет две недели до нового года, к их устранению. В объектах образования, где проходит капитальный ремонт, а это первая гимназия, шестая школа и детский сад номер 12. Процедура приемки состоится отдельно. По графику строители должны завершить работы к 24 августа. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Чтобы напомнить об этом водителям, сотрудники Люберецкой госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло». О результатах проведенной работы наш следующий сюжет. Люберецкий отдел ГИБДД Лабунов, лейтенант полиции, инспектор дорожной патрульной службы, остановлены. В рамках ОПМ «Детское кресло». Детишек перевозите? Нет. Нет никого? Нет. Это единственный вопрос, который интересует сотрудников ГИБДД. Сегодня в поле зрения маленькие пассажиры, а точнее то, как их перевозят родители. Наличия детского кресла недостаточно. Важно, чтобы оно использовалось по назначению. Молодцы. Папу с мамой слушаете, да? Прищагиваетесь. Родителям спасибо большое, что уделяете внимание. Место проведения рейда – один из оживленных участков Октябрьского проспекта. Автомобильный трафик высокий. Первые нарушители не заставили себя долго ждать. Один из троих перевозимых детей в машине не пристегнут. Статья 12, 23, часть 3. Перевозка детей без специального удерживающего устройства. Статья понятна вам? Да. За это нарушение предусмотрен штраф – 3000 рублей. В течение 20 дней водитель имеет право оплатить его со скидкой 50%. За час инспекторы ГИБДД оформили три протокола. Продолжается массовая проверка на предмет выявления нарушений водителями, перевозящих несовершеннолетних пассажиров. Такое мероприятие, прежде всего, направлено на снижение дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними пассажирами-детьми. Детское автокресло необходимо использовать с самого рождения малыша до 7 лет. Далее оно понадобится, если ребенка будут перевозить на переднем сидении до достижения 12 лет. Сзади школьникам разрешено использовать ремни безопасности. Важно, чтобы удерживающие устройства соответствовали росту и весу маленького пассажира. Хорошей дороги вам, всего доброго, счастливого пути. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Московской области стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Сроки проведения с 18 по 24 июля. Цель – профилактика снижения ДТП с участием общественного транспорта. Вместе с Луберецкой ГИБДД и Ространснадзором в рейд по проверке автобусов отправилась и наша съемочная группа. Место рейда – разворотная площадка на Волковской улице. Автобусы МОСТ-Трансавто, маршрутные такси частных перевозчиков. Территория полна. Сначала документы. Инспектор проверяет карту водителя, наличие тахографа, соблюдение режима труда и отдыха. В рамках профилактического мероприятия госинспекторами отделения технического надзора проверяются технические состояния транспортных средств, наличие тахографов, также прохождение автобусами технического осмотра. Потом внешний осмотр транспортного средства. Инспекторы проверяют состояние покрышек. Протектор должен иметь одинаковый рисунок, а шина не иметь повреждений. Затем водитель по команде включает световые приборы. Заднее право говорить не работает, инспектор, пометите. Водителя приглашают для оформления протокола. Инспектор накладывает штраф. За данные правонарушения у нас, за наличие технических неисправностей у нас предусмотрена ответственность водителя в размере 500 рублей. В дальнейшем привлекается должностное лицо, осуществляющее выпуск транспортного средства при наличии неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Вместе с ГИБДД в рейде участвуют сотрудники Ространснадзора. Служба обеспечивает контроль и надзор за соблюдением перевозчиками правил и законодательства в области перевозок пассажиров. В арсенале инспекторов свои меры воздействия на нарушителей. Это либо объявление предостережения о недопустимости нарушений тех или иных нормативных правовых актов, либо профвизит в организацию будет проведен с разъяснением требований и доведением информации до руководителей. Тем временем обнаружено еще одно нарушение. Водитель следует в машину инспектора. Его коллеги действия людей в погонах одобряют. Необходимо для того, чтобы мы все же таки возим пассажиров. Безопасность прежде всего. Я думаю, это необходимо в целях безопасности наших людей и чтобы перепутать все автоколонны. Обязательно нужно проверять техническое состояние. Я считаю, что это нужно делать. У нас просмотр всегда есть. На базе тоже смотрят каждый день утром и вечером осмотр всегда есть. Продолжительность рейда более часа. Проверены все автобусы, заехавшие на площадку. Профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 24 июля. За эту неделю проведутся профилактические мероприятия на всей территории обслуживания отдела ГИБДД. Это не только городской округ Люберц, а также городской округ Латкарина, Котельники и Держинский. Для оплаты штрафов водителям дается 60 дней. В отношении должностных лиц, которые выпустили автобусы на маршрут, будет проведено административное расследование. В последнее время участились жалобы на загрязнение реки Пехорки с точными водами и мусором. В Министерстве экологии и природопользования Московской области приняли решение о проведении экологического рейда. Затем, как проходило обследование реки, следила наша съемочная группа. Когда-то здесь у берегов жили бобры и андатры, а в реке водились раки, самы, щуки, карпы и еще не менее десятка разновидностей пресноводных рыб. В последнее время жизнь в водоеме кардинально изменилась. Пехорка очень сильно загрязнена. В этом году были большие заморы, просто большие заморы. Баланс очень нарушен. Загрязнение идет с разных мест, как и предприятие, так и с полей идет. На Пехорке рейды проводят регулярно, но такой впервые. В зону внимания попали сразу три муниципалитета – Люберцы, Балашиха и Раменское. Маршрут по обследованию реки, длина которой 42 километра, пролегал вниз по течению. Проблема, которая сейчас возникла с очень неприятным запахом от воды, с дохлой рыбой, которую мы все наблюдаем уже не один месяц. Поэтому сегодня в присутствии всех надзорных органов мы очередной раз сделаем проверку, спускаясь по течению реки. Пока специалисты исследуют законные и незаконные водовыпуски, лаборанты МОЗ «Обалэконом» мониторинга в разных точках отбирают пробы воды. В случае большого превышения, допустимых концентраций загрязняющих веществ, будет рассчитан ущерб. Ущерб по водным объектам достигает несколько десятков миллионов рублей. Будут проведены действия по обнаружению источника и виновного лица. К нарушителям применят меры административного воздействия, а несанкционированные водовыпуски будут закупорены. Река Пихорка достаточно продолжительная, поэтому тампонаж незаконных водовыпусков и анализ воды только на территории нового муниципалитета нужных результатов может не дать. Всё, что незаконное, будет на протяжении нескольких дней тампонироваться. На маршруте специалисты затампонировали более десяти точек. Подобные рейды с участием Министерства экологии и природопользования Московской области и государственных инспекторов области охраны окружающей среды будут проводить чаще. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Два водоёма городского округа Люберцы попали в губернаторскую программу «100 прудов и озёр». Жители муниципалитета путём онлайн-голосования выбрали для очистки Жилинский и Томилинский пруды. На каком этапе сейчас находятся работы и как они повлияют на состояние водных объектов, выясняла наша съёмочная группа. За то, чтобы здесь появилась эта техника, жители городского округа Люберца дали почти 4000 голосов. Жилинский пруд давно нуждался в масштабной очистке. Огромные стволы деревьев, строительные крупногабаритные отходы, поднятые со дна водоёма – тому доказательство. Очень рады и счастливы, что нам на наш пруд наконец-таки обратили внимание. Заилины источники, он питается только талой водой и находится в плохом состоянии. Старые очень деревья постоянно от ветра падают в воду. До начала работ по очистке пруда экологи взяли пробы воды для проведения исследований. Результатами остались довольны. Качество воды удовлетворительное. Но тем не менее пруд очень заросший. Пруд нуждался в очистке, хотя бы санитарный на данном этапе. На сегодняшний день выполнено процентов 70 по пиловке деревьев. Извлекли основной крупный топляк из водоёма. На данный момент работы проходят вокруг водоёма на прибрежной зоне. После этого подрядчики приступят к уборке водной глади. Извлекут тину, камыши и установят домики для уток. Я думаю, что пруд заиграет новыми красками, а жители будут получать удовольствие. Подрядная организация, которая через аукционы очистку прудов, она выиграла. Я пообщался в том числе с руководителем подрядной организации. Люди с опытом, техника, люди у них есть. Эта же подрядная организация параллельно занимается очисткой и Томилинского пруда. Работы на двух водоёмах завершат 27 июля. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 80 лет назад, 17 июля, началась Сталинградская битва. Это одно из самых крупных и ожесточённых сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны. В городском округе Люберцы ещё есть очевидцы тех страшных событий. Один из них – Виктор Волчков. В гостях у участника войны, которому 7 июля исполнилось 100 лет, побывали мои коллеги. Виктор Волчков родился в многодетной семье в Орловской губернии. Окончил школу и поступил в авиационное училище, которое сначала в Великой Отечественной эвакуировали в Алтайский край. Летом 42-го положение на фронте осложнилось. 17 июля немцы начали наступление на Сталинград. У нас всех курсантов в рядовые и на защиту Сталинграда. Попали под Сталинград и начали отбивать фашистов. Это одно из самых крупных и ожесточённых сражений, которое коренным образом изменило ход Великой Отечественной войны. Рядовой Волчков попал в лыжный батальон. Морозы были суровые. И немецкие войска, и румынские погибали на поле боя и от ранений, и от перехлаждения. Нас хорошо обмундировали, одели хорошо. И подшлевники были, и телогрейки были. Так что мы, конечно, страдали. Около 30 градусов было. Но мы продвигались вперёд. Немцы отступали в сторону Ростова. Уже к весне 43-го года советские бойцы в их рядах и Виктор Волчков добрались до Донецкой области. Укрепив позиции, летом начали наступление под Саур-могилой. Но фашисты не сдавались. Они нас здорово щипали авиацией. Мы потихоньку, как могли, продвигались там. Там меня под Саур-могилой ранило. Виктор подлечился и снова на фронт. Попал в Приднепровье. В январе 44-го связист Волчков должен был выполнить очередное задание – обеспечить связь командования дивизии с частями. Вооружившись катушкой с проводом, Виктор начал перепрыгивать через окоп. Но в это время под ним разорвался снаряд. В результате – серьёзная контузия. На фронт боец больше не вернулся. День победы я встретил в кавалерийском училище. Нас год учился я. Настал день победы. Нам продлили учёбу на год. После окончания училища младший лейтенант Волчков направлен на службу в Германию. После демобилизации окончил Одесский инженерно-строительный институт. Трудился на строительстве крупных насосных станций, резервуаров для нефтепродуктов на НПЗ в Капотне. И три десятилетия проработал в проектном институте. Сердце моего долголетия в том, состоит в том, что я вёл умеренный образ жизни, не пьянствовал. А ещё секрет долголетия Виктора Сифановича в том, что он всю жизнь много работал, в том числе над собой. И всегда стремится делать людям добро. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 150 килограммов, столько гуманитарной помощи собрали в помощь беженцам Донбасса в свято-троицком храме посёлка Октябрьский. Двухнедельная акция стартовала 9 июля. Насколько активны были прихожане и как в храме готовятся к отправке вещей и продуктов, узнала наша съёмочная группа. В нашем храме мы обычно ставим такую корзину, пишем, что это беженцы на Донбасс. И люди приходят, специально кладут сюда, в корзину, именно пожертвования, которые определены для беженцев. Акция по сбору помощи без пяти минут завершена, и корзина практически пуста. Всё, что прихожане принесли ранее, перемещается в трапезную, где настоятель определил место хранения. Сервы, да, знаете, вот эти макароны, быстрое приготовление, да. Люди принесли, вот, ну, всё это. Тут не очень много. Ну, в прошлый раз было побольше немножко, где-то раз в полтора. Сейчас, ну, летом, сами понимаете, отпуска там. Раньше всё-таки собирали дольше, по-моему, мы недели две первый раз мы собирали. В этот раз меньше, по-моему, дней десять. В трапезной работает волонтёр Акаки Лалиашвили. Часть гуманитарной помощи он уже упаковал. Консервы рыбные и мясные. Внизу тоже конфеты. Это конфеты, да. Печенье там, средства гигиены, вот эти большие коробки. В обязанности волонтёров входит сортировка вещей, упаковка и взвешивание. На сегодняшний день собрали порядка 150 килограммов. Упаковывает по принципу. Вещи отдельно, продукты отдельно. Вот очень много пакетов таких разовых. Тарелки разовые, палочки ушные. Пастельное бельё тоже можно вот сюда определить, потому что всё время приносят разное. И так, что вот именно пастельное бельё в одном месте, так, к сожалению, не получается. Главное требование к собранным вещам – одежде и обуви. Они должны быть новыми. Для продуктов свой критерий – долгий срок хранения. Завтра мы централизованы, это всё отвезём уже на склад и парахиальные в Подольский район. В акции по сбору помощи для беженцев Донбасса Свято-Троицкий храм участвует в третий раз. В церкви уверены, что в следующий раз соберут ещё больше. Алексей Абрамов, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В холдинге «Вертолёты России» стартовала «Ударная десятка». Это уникальный проект госкорпорации «Ростех» по спортивным единоборствам. Впервые он прошёл в 2017 году в честь 10-летнего юбилея крупнейшей промышленной компании России. Подробности в материале нашего корреспондента. Развитие корпоративного спорта, массовое вовлечение работников промышленных предприятий и членовых семей в занятия физической культурой – такова главная цель спортивного проекта «Ударная десятка». Для сотрудников Национального центра вертолётостроения «Миль и Кама» в холдинге «Вертолёты России», который входит в госкорпорацию «Ростех», эти понятия не чужды. Условия для занятий спортом для них созданы прямо на работе. У нас средний возраст невысокий предприятие, много молодёжи, скажем, до 30%. У нас люди в возрасте меньше 30 лет, поэтому ежедневно занимаются в тренажёрном зале, спортивные секции у нас идут. Да, одно время у нас были широко развиты единоборства, мы даже в своё время конкурсы проводили по карате. Проверить свои спортивные способности сотрудники предприятия могли в нескольких дисциплинах. На одной площадке параллельно проходил чемпионат по силе удара и турнир по боксу. В нём приняли участие как мужчины, так и женщины. Спортсменов распределили на две группы – любителей и профессионалов. Я одну тренировку посетил пару недель назад, узнал, что будут соревнования, решил записаться на территории НЦВ и спортзал, где проходят разные секции, в том числе бокс. Вот буду ходить, посещать тренировки, поддерживать себя в физической форме нормальной. Кроме основных состязаний – футбольный дартс, родео, аэрохоккей и полевая кухня. Одним словом, ударная десятка стала большим спортивно-корпоративным праздником. Сегодня я хотел бы искренне пожелать всем хорошего зрелища, спортсменам, которые будут участвовать в победе. Я думаю, каждый, кто выйдет на этот ринг, уже победитель. Поэтому доброго настроения, хорошей сегодня погоды. Сегодня очень правильное мероприятие и доказательство этому – хорошее настроение, которое разогнало тучи. Участвуйте, занимайтесь спортом, развивайтесь, растите в личном плане. Победители соревнований по силе удара и боксерских поединков поедут на финальные состязания в Лужники. В этом году призовой фонд проекта «Ударная десятка» – более трех миллионов рублей. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 22 июля в Москве открылся первый всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». В нем принимают участие люберецкие спортсмены. На открытой тренировке побывала и познакомилась с ними моя коллега. Александр Черепанов пришел в тяжелую атлетику из легкой четыре года назад. Толкал ядро, теперь толкает штангу. Уверен, что главное здесь – не спасать перед самим собой. Не бояться, главное. Лезть перед ним. Прямо если даже руки сломает, все равно лезть. Ну, поражение, потому что чаще победа будет. Нужно стремиться просто к лучшему результату. Лидия Соколова тоже в тяжелую атлетику пришла не сразу. Был баскетбол и легкая атлетика. А шесть лет назад попробовала взяться за штангу. Рывок 82 килограмма и толчок 102. Принесли и серебряную медаль на первенстве России в прошлом году. Потом были второе место чемпионата Европы среди юниоров до 15 лет. И рекорд Московской области среди тяжелых атлетов до 18 лет. Как-то мне понравился сам процесс поднятия штанги. И вот я пришла. Мои сестры ходят. За мной пришли. Вместе занимаемся. Уже 37 лет воспитывает будущих чемпионов тренер Сергей Чеберин. Пришел сюда еще подростком. Потом окончил институт физической культуры. И перешел на тренерскую работу. Каждый из ребят для него не просто спортсмен. Это большая и дружная семья. Пришел в 15 лет. Понравилось. Здесь очень хороший был коллектив тренерский. Так и остается хороший тренерский коллектив. Все выпускники Академии физкультуры, которые находятся в Малаховке, дружные. Коллектив стойкий, мужской. Вот появились у нас девушки. Я надеюсь, что тоже будут тренерами. Зал тяжелой атлетики в Люберцах открылся в 1964 году. Его воспитанники входят в состав сборных Московской области и России. Но несколько лет назад дело всей жизни Сергея Чеберина повисло на волоске. Зал хотели закрыть. Но благодаря активной работе совместно с администрацией городского округа, спортимитет, глава очень сильно помог в этом вопросе. Конечно, нам удалось все это дело сохранить. И сейчас это мы присоединили в составе школы Олимпийского резерва. И вот за последние 4 года 10 мастеров спорт нас подготовили. Также у нас есть мастера спорта международного класса. Поэтому я бы так сказал бы, что мы свою уставную деятельность выполняем на все 150% в плане подготовки Олимпийского резерва. Первый всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» – это еще один рубеж, который стоит перед люберецкими спортсменами. Еще один шанс доказать, что они лучшие. Жители городского округа Люберцы сдают нормативы ГТО. Кто-то просто хочет проверить свои силы, а кому-то золотой значок поможет при поступлении в ВУЗ. Наша снимочная группа следила за тем, как проходило спортивное тестирование. 28, 29, 30, 31. Он учитель физкультуры. Она ученица 11 класса. Уровень спортивной подготовки разный, но на площадке тестирования ГТО к участникам требования одинаковые. Сдаем прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Делаем три попытки. Лучшее засчитывается. Анастасия Сиброва в следующем году будет поступать в ВУЗ. Сдача норматива в ГТО – это дополнительные баллы. Но самое главное, по словам девушки, – спортивная самопроверка. Ежедневные тренировки и пробежки дали свой результат. Школьница с легкостью справилась со всеми испытаниями. Я занималась танцами, спортивными баллями в Искре. Потом я решила пойти в плавание. Начала плавать, хорошо все было. После «Моя любовь» перешла в волейбол. Сейчас играю в любительской молодежной лиге. Вся спортивная семья у меня волейболиста. И играют все в волейбол. Дедушка у меня боксер. Занимался в ТОЖДК здесь, в «Спартаке». Бабушка баскетбол играла. Мама легкая атлетка. Ну и папа футбол играл. Александр Гайворонский со спортом всю жизнь. Это видо невооруженным глазом. Подтягивания на турнике, прыжок в длину, бег на 3 километра, метание снаряда оказались ему нипочем. Отличные результаты зафиксированы. Моей жизнью спорт занимает первое место. И вообще я занимаюсь волейболом уже порядка больше 10 лет. В кандидат мастера спорта. Решил проверить свои силы в ГТО. То есть я претендую на золотой значок. Это получается шестая ступень. У участников сегодняшних прекрасные результаты. Они все сдали на золото. Ребята подготовленные, спортсмены. В октябре на них выйдет приказ. И они получат свой заслуженный знак. Движение ГТО стремительно набирает популярность. За первое полугодие к выполнению спортивных нормативов приступили более 300 жителей городского округа Люберцы. 180 человек разных возрастных категорий стали обладателями золотых знаков. Луиза Игия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Учреждения культуры – это объекты, где можно не только рассматривать картины, экспонаты или слушать классическую музыку, но и получать полезную для здоровья информацию. В картинной галерее городского округа Люберцы проходят лекции о диетологии. Беседы проводит эксперт по правильному питанию Евгения Козлова. Подробности в материале нашего корреспондента. Зря говорят, что это то, что мы едим. К этому выводу пришли еще древнегреческие мудрецы. Состояние здоровья человека нам 80% зависит от качества питания. Сегодня эта тема – одна из самых модных в блогосфере. Какие продукты употреблять, в каких количествах и во сколько. Советов по правильному питанию очень много, но в своих лекциях Евгения Козлова придерживается исключительно научной точки зрения. Если мы из крайности в крайность, то есть либо мы едим все вообще, все, что видим, все, что под вас на глазу, все поглощаем. И вторая крайность – это когда мы не едим ничего, едим только траву. Едим там, я не знаю, куриную грудку с гречкой и думаем, что все будет прекрасно. Нет, в этом случае тоже не будет прекрасно. Переход на правильное питание – это целая философия, убеждена Евгения. Осознанное и осмысленное отношение к тому, что человек употребляет в пищу – залог успеха. И непременный помощник в этом вопросе – йога. Еще раз вдох. И с выдохом возвращаемся в исходное положение, таз опускаем на пятки. В отличие от других спортивных активностей йога – занятие психофизиологическое. Упражнения не только помогают почувствовать прилив сил, но и переосмыслить цели, принципы и повседневные привычки. Я даже по себе замечала, я кроме йоги занимаюсь еще в спортзале силовыми тренировками. И после силовых тренировок всегда хочется прям вот поесть, прям вот съесть слона. А после йоги есть не хочется. То есть не то, чтобы вот ты голодаешь, а в плане, что вот чувствуешь легкость, и тебе не хочется какой-то тяжелой пищи. Тебе хочется, ты понимаешь, что ты сделал что-то хорошее для своего здоровья, для своего тела. И в этом смысле ты не хочешь портить эту картину каким-то неправильным питанием. И что самое главное, йоги все возрасты покорны своими азами. Молодой инструктор охотно делится с участниками проекта «Активное долголетие». Тренировки проходят каждую среду в зале картинной галереи. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вы купили ролики, научились держать равновесие и ходить по асфальту. Теперь самое время научиться кататься. И в этом помогут бесплатные мастер-классы. Их проводят в Наташинском парке на роллер-дроме, который открыли в конце июня. Как проходят занятия, узнали мои коллеги. Заранее переносите вес, где надо, вновь, когда мы вам больше поднялись. О первых тренировках, которые теперь проводят по выходным, узнали пока немногие. Одни о начале занятий прочитали в социальных сетях, другие просто прогуливались в парке и зашли на звуки ритмичной музыки. Я хочу научиться кататься на роликах. Среди участников субботнего мастер-класса Саша Балычев самый юный. Ему четыре года. На роликах стоять уже научился. Теперь вместе с тренером осваивает первые движения. А теперь марширую на месте. Да, топаем на месте. Опа, вниз не опускаемся. Давай еще раз, ножки вместе. Евгения Булычева увидела, с каким удовольствием ее сын учится кататься. Теперь будет приводить его на занятия регулярно. Самое главное – это интерес ребенка. Увидел, говорит, мама, что это, пойдем посмотрим. И вот совершенно неожиданно узнали, что у нас в Люберсах открылась такая площадка. Самое главное – есть защита. То есть голова защищена, ручки, ножки – все защищено. У кого нет роликов, можно воспользоваться услугами проката. Здесь же предложат и защитную экипировку. Главное, что необходимо захватить с собой – желание научиться кататься. Фигурное катание на роликах не только повышает настроение, но и отлично влияет на общую координацию, развивает все мышцы тела. То есть, когда мы катаемся на роликах, мы напрягаем и корм, и напрягаем руки, когда их держим в сторону. Да, естественно, у нас работают ноги, квадрицепс. Это тренировка на абсолютно все группы мышц, которые способствуют не только подкачке тела, но и сбрасыванию веса. Одно из главных упражнений для новичка – фонарик. После того, как рулеры справились с первым заданием, инструктор предлагает выполнить саночки. Коленки в процессе упражнения мы не сводим, потому что это очень травматично для наших колен, менисков. Поэтому ножки у нас, коленки смотрят ровно вперед. Альбина Кулик впервые встала на ролики, когда ей исполнилось три года. Тогда же освоила технику катания на коньках. Вот это все изящно, просто красиво. Вот, ну, меня привлекло фигурное катание тем, что, ну, я практически на роликах, практически всегда выполняю красивое движение. Мне понравился этот роллордром тем, что здесь очень большая площадка. Ребята, приходите сюда, здесь весело. На мастер-классы по катанию на роликах приглашают всех желающих. Занятия для новичков планируют проводить на регулярной основе и абсолютно бесплатно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания.